Добрый день! Это озвучка манги. Путешествие по Египту, невеста-царя. С тридцать первой по тридцать седьмую главу. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там вы сможете видеть все новости по поводу выхода манги на онканале. Приятного просмотра! Да куда ты пропала, черт возьми? Ай! Беги сколько хочешь, я все равно найду тебя и убью! Он так быстро нашел труп. Что же мне делать? Он прямо позади меня, и мне нечем защищаться. Мне нужно идти отсюда как можно скорее. Нет! Вот ты где! Стоять! Он не должен меня поймать. Нужно бежать как можно быстрее. Черт, спереди Абров. Дальше некуда бежать. Сдохни! Ай! Ай! Но! Ваше высочество! Подождите! Что? Вы нашли ее? Мы не нашли ее высочество. Но мы видели несколько следов на юге, в лесу. И... они привели к обрыву. Что? Продолжайте поиски. Леди Нефил не упоминала, что её жизнь может быть в опасности. Следовательно, она должна быть жива. Расширьте поиски. Её нужно найти как можно скорее. Так точно? Леди Нефил предвидела, что она выживет. Нет, я должен немедленно сообщить об этом священнику Хуарую. Вода. Кто это? Ребёнок? Ты... А! Ложись обратно! У тебя словно рёбра. Тебе сейчас нельзя вставать. Я искалечу твои ноги, если ты снова пытаешься встать. У этого ребёнка такой скверный характер. И что это за место? Это мой дом. Я принёс тебя с берега. Отныне ты моя. Что за... Где он этому научился? Ах, я до сих пор не знаю твоего имени. Меня зовут... Меня зовут... Ха ты, мелкий ублюдок. Убирайся из моего дома. Ты опять охотился без меня? Из твоего дома? Бешеный пес. Как ты можешь утверждать, что район ревизает твоё место? Охотился? Захотелось мне так. А ты с чем-то не согласен? А? Ты снова человека спас? Не твоё дело. Уходи. Что ты разбушевался? Я просто проверю её. Вау. А где ты нашёл такую шикарную сыпочку? Мы должны обменять её. Заткнись. Если ты тронешь её, я тебя укушу. Ты сам знаешь, что я не шучу. Маленький гадёниш. Ладно, ладно. Поскольку это ты её спас, делай с ней всё, что угодно. Но знай, никто не будет здесь с ней заботиться. Да знаю я. Интересно, что он хотел с тобой сделать? Однако, ты довольно смелая, раз не испугалась его слов. Прекрасно. Эта черта полезная для тебя. Она поможет, вы же здесь. Слышала, что ты похищаешь людей. Что это за место? Зачем тебе это нужно? Насколько я знаю, ёптяни, живущие у берегов Нила, не испытывают недостатка в еде. Ха-ха. Ха-ха. Господи, ты откуда делась? Ты сама себя слышишь. Полегче. И разве тебе не больно бить-то кулаками? В этом есть смысл. Судя по твоим украшениям, похоже, ты какая-то знатная дома. Абсолютно все, кроме священников и знати, голодают. Не волнуйся, я обменяю твоё украшение на еду и не буду морить тебя голодом. Думай, как хочешь. Но, по-моему, это я должна заботиться о тебе. Ты? Обо мне? Да. А что там такого? Ай, отстань от меня! Ты сломаешь мои ребра! Да что не так с этим ребёнком? Я думала, он крутой пацанчик. Аман, спасибо, что вернул её мне. Ханна, я не потеряю тебя снова. Ханна? Кем она ему приходится? Ах, наконец-то я могу встать, пока его нет. Если продолжу лежать и ничего не делать, моё тело ослабнет. Эй, разве ты не та красавица, которую Хатта притащил? Тебе, наверное, так одиноко в доме. Может, присоединишься к нам? А, это ты. Как я понимаю, ты хорошо знаком с Хаттой. Конечно, может, лучше я позабочусь о тебе, вместо него. Ты? Ладно, давай посмотрим, на что ты способен. Так, я задаю вопрос, а ты отвечаешь. Да, миледи, какой вопрос? Я хочу знать, кто такая Ханна? Ты слышала это имя от Хаты? Просто отвечай на вопрос. Этот гадёныш упрямь, как осёл. Она тоже была спасённая Хаты, девушка, возле реки, прямо как ты. Мы часто подшучили над ним, что он едва мог прокормить себя. Но оказалось, что Ханна была не так простая. После того, как она пришла в себя, она всеми возможностями защищала его. Хаттарус один. Ханну он считал как сестру, которую ему подарил Аман. С тех пор они жили вместе. Ханна была прекрасной женщиной, а Хатта бедным ребёнком. Так что люди им помогали, когда могли. Пока однажды в деревню не пришёл человек и не заявил, что хочет вернуть Ханну. Оказалось, что Ханна была продана богатым торговцам в качестве его наложницы. Она боролась наперекур своей судьбы и убежала. Жители деревни пытались защитить Ханну, но мужчина достал мешки с зерном. Для жителей деревни не было ничего важнее еды. Итак, Хатте пришлось наблюдать, как увозят Ханну. Это исчезло довольно продолжительное время после этого. Мы думали, ему нужно время, чтобы прийти в себе. Но когда мы увидели его снова, он держал в руках разорванное платье, а сам был весь в крови. Мы узнали, что это было платье Ханы. Я полагаю, она должна быть. Ходят слухи, что в тот день Хатте отправился мстить за Ханну. Как бы то ни было, с того дня этот парень стал другим человеком. Разве я позволяла вам садиться? На колени? Да. И ещё один вопрос. Я похожа на Ханну? Ты, должно быть, шутишь. Хана не выглядела такой благородной, как ты. Но у неё были такие же рыжие волосы, как и у тебя. В этом есть смысл. Сочувствие. Это всё. Убирайся отсюда к чёрту, сичья же. Держись подальше от дороги, когда увидишь меня в следующий раз. Да, конечно. Разве вы не говорили, что у неё сломано несколько ребер? Интересно, каким мозром она была бы, если бы этого не сделала? Тише ты. Думаешь, она тебя не слышит? Хотя я чувствую специфику их отношений. Это просто слишком трагично. Я думала, что продав свои драгоценности, я могла бы дать их на Тону ниточку, чтобы проследить за мной. Но если он меня найдёт... Ай! Что случилось? Кто сделал это с тобой? Вы говорите об этих пятнах? О, они в основном принадлежат другим. Сегодня утром я обменял твои браслеты на еду и наткнулся на вора. Поэтому я сильно избил его. Это должно быть его кровь. Избил его? Как именно ты умудряешься заляпать себя кровью, если это ты его избиваешь? Он ведь не умер, не так ли? Нет, он убежал. Тогда ладно. Прими душ, раз уж ты не пострадал. Я оставлю грязную одежду мне. Я постираю её позже. Нет, я сам постираю. Тебе нужен отдых. Рана не такая серьёзная, как ты думаешь. Сломанные рёбра на самом деле не влияют на меня. Так что не беспокойся обо мне. Хорошо. Заранее благодарю вас. Хана. Ты уверен, что именно так собираешься обращаться ко мне? Разве это не нормально? Ты такой милый. Я сообщу тебе своё имя, когда ты захочешь его узнать. Спасибо. Все ещё не нашли её? Или вы на самом деле не хотите её найти? Ваше Высочество, мы бы не посмели. Мы обыскали все уголки в окрестностях, но... Какая чушь. Я даю вам ещё три дня, если вы ничего не найдёте. Я попрошу других заменить тебя на посту губернатора. Ваше Высочество, пощините. Я пошлю ещё людей на поиски её светлости. Я... я сделаю это прямо сейчас. Я немедленно пришлю людей. Горацио, Ваше Высочество, следи внимательно за лордом Нобиусом. Я не доверяю ему. Как пожелаете. Вы что-нибудь узнали о браслетах? Да, они из района трущоб. Странно. Немедленно сообщите об этом в храм и попросите их действовать быстро. Я могу задержать его только на трение? Да, Милорд. Ваше Высочество, я сожалею о вашей потере. К сожалению, её светлость связалась не с теми людьми. Кто... да кто вы, черт возьми, такие? Помогите! Помогите! Что происходит? На улице так шумно. Вставай сейчас же! Что-то не так. Нет, держите с меня подальше! Пожалуйста, почините мою жизнь! Что происходит? Кажется, все убегают. Я не знаю, но здесь определенно больше небезопасно. Мы должны убираться отсюда. Сюда! Это... Туннель, вырытый кем-то задолго до этого. Люди могли бы бежать через него, спасая свою жизнь. Спасаться бегством всю жизнь. Да. Люди, которые живут в этих трущобах, либо бедняки, либо те, кто связался не с теми людьми и пытался жить в тени. И так они вырыли туннель на всякий случай. Сегодня вечером. Я боюсь, что это чьи-то враги, жаждущие мести. Они просто убьют любого, с кем столкнуться. Ты жил один в таком опасном месте все эти годы? Опасном? Мне больше некуда идти. И на этом заканчивается 37-я глава. Вы ждали, и наконец-то продолжение вышло. На данный момент это все переведенные главы, которые есть. Поэтому будем терпеливо ждать переводчиков. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и пишите комментарии. Всем приятного вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!